Владислав, как вам общение с пропагандистами кремлевскими, которые здесь тоже присутствуют и отлавливают хедлайнеров? Я сразу скажу, а имя я не отлавливаю, они мне написали заранее, и мы с ними договорились увидеться. Сегодня посидели минут 10 и поговорили, собственно, о российских проблемах, о том, что представляет собой этот форум, что ни в коем случае нельзя пытаться изображать, не нужно видеть там друг друга врагов, и что, собственно говоря, сами все россияне не могут быть виновны в антироссийской деятельности, они могут по-разному смотреть на мир. И, кстати, это общение было совершенно нормальным, я бы сказал даже, что коллеги выражали даже большую беспокойность с тем, что происходит в том же самом Донбассе, который может присоединиться к России, чем даже я, потому что я считал, что реально все идет к тому, что эти территории вполне могут к нам присоединиться, на что я увидел такое неприятие этой позиции с их стороны, что я был даже, честно говоря, сильно удивлен. Но еще раз повторю, мне кажется все-таки, что идея поиска врагов, она не хороша ни в каком исполнении, ни с точки зрения Кремля в нашем направлении, ни в обратную сторону, потому что задача заключается в том, что, если говорить совсем уж примитивно, в банальной перевербовке, которая тоже возможна. То есть если возникает такое полное отторжение, что вы не подходите, вы убираетесь и так далее, то понятно, что и убедить-то ничего невозможно, потому что как-то в неличном общении это не бывает никогда. Там, я думаю, что уже почти тебя иначе, а там кто-то читал какую-то книгу и, так сказать, впечатлялся и становился там последователем того или иного подхода. А как украинцам реагировать? Все-таки аннексия Крыма, война на Донбассе, в Донецке, такие потери, беженцы, столько горя и зла. Они так и воспринимают, как врагов? Ну, послушайте, я в свое время, когда я анализировал то, что произошло на Украине, собственно, чего мы добились на этом фоне, я сделал такую странную аналогию, что это представляет собой, ну, типа, знаете, мы хотим у кого-то удержать, у нас идея, собственно говоря, была удержать Украину в таможенном союзе и так далее. Но представьте себе, что там собака бежит за человеком, который она хочет поймать, не дать ему уйти, человек прыгает на забор, на шпильмахер, через забор собака прыгает, хватает его за джинсу, отдирает кусок штанины. Вот это ровно то же самое. Человек убегает еще быстрее. Вот мы сидим с этой куском рванной штанины вели Крыма и далеко убежавшую Украину. Кому это было нужно, мне непонятно. То есть, когда, меня больше всего удивляет то, что когда люди расценивают крымский успех, крымский зад Путин как успех, я не вижу ничего успешного. Мы потеряли страну, потенциального союзника, огромную территорию, которая была буфером между нами и Западом, получили какой-то ошметок. Непонятно зачем. В чем победа-то? На самом деле цель-то не была выполнена. С Украиной мы не подружились, но с Украиной мы ее не перетянули. Наоборот. То есть, для меня это удивительно. Украинцы, я вполне прекрасно понимаю. У них, конечно, бывают перегибы, но их по пределению нужно прощать. Честно говоря, я всегда и сродил с того, что если большая страна хочет влиять на мелкие страны, она должна придавать этим мелким странам, формально транслировать им гораздо большее значение, чем они реально обладают. Это фундаментальный принцип. Психологический. Психологический. Если, наоборот, показывают, что вы ничего не значите, ну, это изначально неправильный подход, и там постоянно обижаться. Нет, я думаю, что сейчас нам придется долго-либо находиться под постоянным потоком грязи страны Украины, ну, с которым надо смириться, потому что там это сделали. Конечно, можно сказать, что мы не причастны к тому, что делал Путин, и это правда. Но, опять-таки, надо сказать, что, допустим, если мы сравним с какими-то примерами недавнего прошлого, например, с американской агрессией в Вьетнаме, то мы помним, какие демонстрации сотрясали американские города. Там были по миллионам человек, уходили против. Это в России ничего подобного нет. Поэтому в этом отношении мы, конечно, все ответственны, потому что ничего подобного у нас не происходит. Вы участник, наверное, всех оппозиционных форумов, да? Нет, на самом деле. Знаете, Игорь Якимович меня притащил сюда. Я ему очень благодарен. Это первый раз за многие годы. Последний раз перед этим я был в прошлом октябре на мероприятии Жанны Немцовой в Берлине. Действительно, очень достойное мероприятие. Ну, я бы сказал, что это все, что я могу вспомнить на последние пять лет. А вы бы могли сравнить вот эти мероприятия, задачи, может быть, аудиторию? Я бы сказал, что эти мероприятия значительно не похожи. В том плане, что и там, и здесь. Я не могу сказать, что публика сильно пересекалась. На форуме у Жанны был гораздо больший процент тех, кто живет, постоянно работает в России. Но общий подход был, в принципе, похожим. То есть там не обсуждались конкретные программы партийного строительства. Там не говорилось о каких-то текущих задачах. У Жанны был, конечно, уклон очень сильный в память Бориса Немцова, Бориса Феменовича. Там и делались, и показывались фильмы, это занималась ситуация в 90-е годы. Здесь несколько больше обращено в будущее. Но в целом это такая попытка индивидуального осмысления прежних ошибок. И там вспоминали, и Андрей Иванович сейчас говорил о них. И каких-то дальнейших шагов. Те форумы, которые так иначе организованы людьми, которые претендуют на статус действующих политиков, там Наварином, Ходорковским, вызывают меня гораздо больший скепсис, просто потому что я объективно не вижу шансов этим деятелям чего-нибудь достичь в ближайшее время. Поэтому мое убеждение в том, что режимы, как я же говорил, сегодня достаточно прочен. Я думаю, что сейчас, в принципе, более всего важна какая-то внутренняя примирение между оппозицией и отказ от попыток выяснять, как главный, чем, в принципе, все занимаются. И создание какой-то партии, и такого движения, которое было бы серьезным образом идеализировано и лишено какого-то харизматического лидерства. Потому что против такого харизматики, как Путин, с учетом всей прессы, ни один харизматик его не победит на сегодняшний день. А наоборот, нужно, наверное, вставлять такому очень жесткому единоначалью шиноморфную, но очень четко и спроченную по идеологии структуру. Ну я согласен, кстати, с вами. Действительно. Но почему же оппозиция не может объединиться, начать диалог, да вот приехать элементарно и выступить? Это оппозиция. Оппозиция – это когда, понимаете, в любом нормальном обществе оппозиция – это идеологические противники, идеологизированные власти. Наша власть сегодня не идеологизирована, она очень функциональна. Люди хотят просто воровать. Ну именно так, они даже… Объединиться против воровства, против коррупции. Знаете, объединиться против… Вот вы сами отвечаете на свой вопрос. Объединиться против – это значит очень локальный, недолгий союз. Если вы не знаете, за что вы объединяетесь, то если вы нас связываете только против чего-то, у вас остается огромное количество невыясненных, кто за что вы. Ну за европейский Путин, у всех об этом говорят. За демократию, парламентаризм. Демократию, парламентаризм, никого не вдохновляет, на самом деле. Потому что, по сути дела, народовластия вне правовой системы, она может привести к весьма печальным последствиям. Диктатура большинства в российской ситуации – это самое страшное, что может быть. Это хуже путинизм, на мой взгляд. Вполне может оказаться. Поэтому идея демократии для России меня не очень привлекает. Идея правового общества, я глубоко убежден, что правовое общество в России и даже на Украине построить невозможно. Изнутри. Потому что, когда, условно говоря, наши братья украинцы радикально выступают против коррупции, принимают законы иллюстрации, говорят о реформах, но при этом половина людей, которые есть в аритычках, не хочет за них платить и договариваются с кондуктом за полцены. Это абсолютно реалии. От Харькова до Одессы. Ну, извините, о чем идет речь? Кого вы хотите призвать к правовому сознанию? В России ровно то же самое происходит. Любой, ну, 95% людей, если бы могли наоборот кого-то обмануть, сделали бы это. Поэтому какой-то реальной правовой культуры нет. Она может только насажена извне. Это отношение может только порадоваться за балтийские страны, которые пришли в Европу, которые, по-большому счету, получили очень мощную правовую рамку. Опять-таки насажены извне. Пока Верховный суд России будет в Москве, это страна не изменится никогда. Но, возвращаясь к вопросу, я хочу сказать, что когда вы против коррупции, это очень хорошо, пока вы идете на митинги и машете флаг. Замечательно. Но а только вы начинаете строить какие-то организации, вы тут же начинаете расходиться по вопросам о том, за что вы, можете ли вы согласиться с тем, что Кримин – это аннексия, или хотите сказать, что Россия – это имперская страна, или что-то еще другое. И все, пошло-поехало. Поэтому, именно потому, что российская оппозиция – только те, кто против, они постоянно ругаются между собой. Вот, когда возникнет понимание, за что вы, тогда, возможно, нормальное объединение. А вы бы могли охарактеризовать взгляды лидеров оппозиции? Вот, скажем, Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского, Алексея Навального, Михаила Касьянова. Вот, слушайте, я думаю, что вот из тех людей, которые вы перечислили, мне кажется, что по большому счету взгляды в прямом смысле слова, пока я вижу только Гарри Кимович. Потому что, сколько я с ними общаюсь, я вижу довольно цельное впечатление о том, что должно быть сделано. Я вижу некий позитивный образ. Будущего? Да, достаточно широко, так сказать, выстроенный. Что касается Навального или Ходорковского, я вижу в них личность. Ну, Ходорковский – это человек, который глубоко увезлен по источнищим. Он, нахреждение многих лет, был самым богатым человеком в стране. И, безусловно, это положение на него свой отпечаток, как на идею успеха. Затем, опять-таки, я с ужасом отношусь, вообще страшно даже подумать, сколько он потерпел всего за 10 лет заключения. Но, так или иначе, он был самым известным над ней, про заключенным на это принадлежение. И сейчас его состояние, когда он не может стать самым известным политикой России, вызывает в него какую-то наркотическую ломку. И, в данном случае, он не заботится ничем, кроме собственного статуса. Когда мы слышим о том, что я могу быть премьерником, я хочу вас гравить, я вижу в этом только эго. И ничего, кроме эго. В этом отношении и какой-то политикой программы ждать от него, на мой взгляд, абсолютно не приходится. Нечто похожее происходит здесь на войну. Потому что это тоже, безусловно, талантливый манипулятор общественного мнения. Ну, хорошим словом, любой политик манипулятор общественного мнения. И он прекрасно понимает те правила, которые существуют в политике. Непонятные союзы, сливы информации, различного рода акций. Он делает все очень правильно для того, чтобы стать, возможно, национальным лидером. Но отнюдь не руководителем какой-то парламентской республики, а именно, очередно, таким фюрерским лидером. Вполне возможно, что его идеалы и его цели гораздо лучше путинских. Но механизм тот же самый. И, что касается Касьянова, ну, честно говоря, я вообще бы с другого это обсуждал, потому что это, по-моему, уже бессмысленно обсуждать. Но реально, мне кажется, все-таки, что люди... Большая проблема в нашей оппозиционной жизни заключается в том, что люди, которые были у власти, сейчас начинают рассказывать, как хорошо было бы и спонехались там снова. Я бы определил, ни к ним не веря. Каким бы хорошим не был Рыжков, который был там в заместительном поэте Патришина Намырдина, каким бы замечательнее не был Немцов, в Царстве Небесное, Касьянов и так далее, люди, которые имели возможность провести реформы и не провели их, на мой взгляд, торговар на их перед Архимовичем. То есть, Горик Имович самый цельный такой, да, что ли? Как человек, который никогда не был во власти, как человек с очень хорошим кругозором, мыслящий командно, не выпрячивающий себя, в данном случае, не строящий вождительских ступор, он кажется мне наиболее адекватным у всех, кого я вижу на поле недовольности. Я бы сказал таким образом. Я не вижу господина Каспарова в роли нового президента, просто потому, что для него важнее движение и перемены, чем какое-то личное выпрячивание. Это, безусловно, позитивный фактор. Движение, которое могло бы быть успешным, должно быть движением рук идеи, а не личности. Да, я согласен. А какие идеи, на ваш взгляд, были бы востребованы и поддержаны обществом? Какие-то социал-демократические? Я думаю, что, да, вот вы сами сказали, я думаю, что, конечно, самым фундаментальным моментом это идеи некой социальной справедливости, элементарных социальных лифтов. То есть, общество должно быть подвижным. Оно должно стимулировать инновации, оно должно вознаграждать за предпринимательскую активность, за труд и так далее. И оно должно быть в какой-то мере, ну, может быть, мне еще раз слово, и оно там давно вышло забралось, в мере это кратическим. В том плане, что оно должно создавать определенную корреляцию между способностями и заслугами человека, и его положением в обществе. Это то, что, в общем-то, двигало большую часть западного мира в период 20 веке. Оно не обязательно должно быть обществом равным, да, а наоборот, в условиях той технологической эволюции, которую мы сейчас наблюдаем, никакого равенства невозможно достичь. Вопрос заключается в том, что это равенство может быть справедливым. Билл Гейтс и Стив Джобс ничего никого не украли, в отличие от новых наших элегант. Они предложили миру что-то другое, и мир согласился на это. Он пошел, купил их продукты и сделал их самыми богатыми людьми в мире. Это неравенство, за него некого винить. Они никому не помешали жить, скорее, наоборот. Поэтому не нужно говорить о необходимости какого-то социального государства и полного равенства, но идея о том, что богатство должно сочетаться с достижениями, с возможностями, она, может быть, фундаментальная. Социальная демократия – это вещь, для которой Россия, которая очень нужна России. Она может быть не вполне актуальна в очень успешных странах, где действительно уже перераспределение национального богатства становится каким-то абузой, как мы видим в некоторых европейских странах. Но вот эта угроза для России точно сегодня не стоит. Поэтому все-таки определенная такая серьезная социальная демократическая партия я думаю, была бы вполне разумна. Опять-таки, с учетом правовой системы, прав человека, вот это преодоление имперскости, о которой говорилось много, я с этим согласен полностью. То есть люди должны, скажем так, относиться к политике как к чему-то практичному, стремиться к достижению целей, идя вперед шаг за шагом, не претендуя на какие-то там безумные перемены. Но при всем при том, это все должно происходить в рамках строительства нормального общества в том плане, что это общество должно быть сбалансированным, стоящим из групп интересов, которые между собой договариваются, а не представляют собой некую фигуру и остальную массу. Преодоление имперскости связано ли с изменением границ и, скажем, с возвратом территорий отвоеванных там когда-то? Вы знаете, Россия очень странная в отношении образования, потому что российская имперскость, она специфическая. В европейском опыте мы видели два типа империи, по большому счету. Первая волна была империей 18-18 века, когда европейцы переселяли сотнями тысяч человек и создавали пустынические колонии, когда, допустим, в Северной Америке и в Австралии. Эти колонии, практически во всех Америках, да, там, в Бразилии, до Северных Штатов, они отделились достаточно быстро, когда там создавались новые общества, эти европейские переселенцы. После этого европейцы предприняли вторую волну экспансии и пошли на юг, захватив военным образом какие-то куски земли в Африке, в Азии и так далее. Эти территории впоследствии освободились на декоронизации в 60-е годы. Россия повторила в точности западный опыт. Она таким же образом и в то же время, когда европейцы шли в Северную Америку, она прошла всю Сибирь и до Шада-Аляски. Эта колония российская не отпала, она сохранилась. И это для России на сегодняшний день огромное влага. Взросленно, тогда же, когда европейцы держали пошли на юг, Россия прошла в Среднюю Азию, на Северный Кавказ тоже военные методы. Распад Советского Союза был чистым, аналогом декоронизации в 60-е годы. Там, где русские не смогли вставить большинство населения, эти территории ушли, так же, как они ушли от европейцев. Тут не могло быть другого вопроса. В этом отношении та же Чечня, которую мы сегодня вспоминали, это как раз приняло этой же ситуации. И по идее, она такая же военно-захваченная территория в 19-м веке, как бы в свое время там Неложил, Сенегал, и Вьетнам, сначала французский, и Родезий, и так далее. Безусловно, территория Северного Кавказа, где сейчас в Ингушетии живет меньше 1% русских, меньше в Даджикистане, это, конечно, не часть Российской Федерации. И вряд ли она при каких-то потрясениях сохранит свою состав. По крайней мере, страна такого типа, как Россия, не может иметь на своей территории, в которых русский ходит по центру. Поэтому какие-то подвижки в границах могут быть, но с фундаментальной она повреждается в том, что преодоление имперскости я вижу не как изменение границ, а как изменение ментальности. То есть, по сути, мы должны понять очень простую вещь, что в современном мире люди гораздо важнее территории. Территория самостоятельной ценности не обладает вовсе. Согласен. И более того, очень часто территории струнется обузами, потому что надо содержать, защищать, обогораживать и так далее. Мы не живем сейчас в 16 веке, когда, так сказать, там Соболь делал по Сибири и был главным предметом экспорта. Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас Китай продает больше мобильных телефонов по стоимости, чем в России нефть, которые созданы из пластика и полупроводников трудом китайских рабочих. Поэтому возможности для экономического прогресса сегодня совершенно не зависит и гораздо более разнообразно, чем возможности виталийной экспансии. Вот этот вот поворот относительно того, что территория вторичных людям он должен произойти, без него не может быть современного государства. Согласен полностью. Права человека как идеология и цель, да? Не совсем. Понимаете, права человека гражданина как идеология и цель. Я не понимаю активно прав человека. Понимаете? Но вот всеобщую декларацию прав человека это странный документ, у меня это обязанности. Права без обязанностей не существует. Соблюдать права это разве не обязанность? Что значит соблюдать права? Как вы должны соблюдать права неожиданно оказавшись во Франции оживиться и веселиться? Какие у него права находятся? Да, он может передвигаться. Права на свободу передвижения. Он может оперировать. Какие у него есть еще права, кроме того, что он может там быть? У него есть права на социальную защиту? У него есть права на жилище? Откуда на жилище? Ну, в принципе, должны быть. Почему? Потому что, если с ним что-то случается, ему должна оказать помощь медицинскую. Кто обязан это делать? Государство. Его собственное. Но не французское. Права человека не отделены от его национального принадлежаства. Пока в мире нет мирового правительства, это очень демократическая конструкция. Вот. Вот давайте об этом поговорим как раз, потому что есть же граждане каких-то европейских стран, а есть европейское гражданство. Ну, как такового нет. Есть граждане европейских стран, и есть зонтиковая структура европейского гражданства. Она просто предполагает то, что гражданин каждой европейской страны имеет в другом государстве права что и у себя. Но это разумная вещь, потому что гармонизировано законодательство. Существует общий европейский бюджет. То есть в данном случае гражданин и любого европейского государства работают в соответствующем государстве, он так или иначе вносит вклад через свои правительства в общий бюджет европейского союза. И то, что предоставляет ему общее европейское гражданство это не безусловные возможности. То есть вы, будучи гражданином Греции, не можете получать французскую пенсию, если вы не проработали перед этим во Франции. Что вы можете сделать с гречесным паспортом на тренинг спрещено в пешпиерте и получить такие же возможности трудостроиться как француз. Но это нормально. Это нормально. Если вы там с 20 лет получили французскую пенсию, никаких вопросов не существует. Даже сохраняя свой греческий паспорт. Но еще раз говорю, что даже в этом случае мы видим, что существуют некие гражданские права, но эти права не реализуются напрямую экономическим образом. И вся доктринная права человека заключается на в том, что вне государства не существует никакого гаранта этого права. Даже допустим, право на жизнь, пундаментальное право, условия геноцида не очевидны. Потому что нету нигде на мировом уровне причинно-следственной прямой связи. Допустим, если бы мы имели бы в структуре ООН войска ООН, которые по проявлению, без резолюции, без голосования, без вето просто приходили бы как силы выстрела реагирования, на любую территорию начинается резня, это было бы осуществление права человека на жизнь. Но так как если лет начинается резня, то сначала дарим совать генеральную ассамблею, проголосовать, там Россия и Китай наружат и это, что-то еще произойдет, а пока вырежут миллион человек, нет этого вопроса. Поэтому еще раз говорю, права человека вещь очень хорошая, но далеко опередившаяся время. На мой взгляд, нужно больше консультировать гражданские права, которые в принципе вполне могут вобрать в себя большинство из-за того, что мы вкладываем в дарственную права человека. Декларация прав человека и гражданина в Европе и Французской революции была правильным документом, потому что она предполагала ограниченную общность и безусловно права и обязанности. Согласны ли вы с тем, что вот эти наднациональные структуры типа Европейского Союза они выгоднее все-таки, потому что там и свободы гарантируются, и... Они переходная форма к еще большим национальным структурам. К еще большим национальным структурам? Наднациональным структурам. Национальным Союз. Европейский Союз это переходная форма на пути образования европейской нации описываются. Этот процесс протягивается несколько десятков следующих, но итог будет именно таким образом. И один общий язык? Опять-таки необязательно. Есть швейцарь, есть четыре языка и одна нация. Язык не является здесь фундаментальным моментом. Просто посмотрите на ситуацию, допустим, в 60-е годы внутри тогда ЕС, как она называлась, было приблизительно 0,6% браков между граждан различных стран европейских сообществ. В 2014 таких браков было 7%. Представьте себе три поколения, что вы получаете. Большие европейские города будут абсолютно большей культуры. Не за счет арабской иммигранции, а за счет просто того, что между собой европейцы будут перемешиваться. Чем более активно молодежь передвигается, а если сейчас мы видим многонациональные пары, которые обладались в 80-90-х годах, было мало. Часто будет там каждое четвертое. Вот этот полный мультилингвизм и в конечном счете европейская идентичность такой ситуации когда-то будет преобладать. Когда она будет преобладать, это абсолютно превратится в федерацию и по сути в какой-то новой национальной людьми. Я думаю, это очень интересный опыт переходной формы от мелких наций до шумицы. Да, по-моему, тоже. А как вы относитесь к тому, что некоторые мелкие нации очень озабочены сохранением своей культуры, языка? Это разумно. Но если все равно все будет меняться. Что вы имеете в виду? Где? Ну, в Эстонии, например. Прекрасно. Эстония, это вопрос не в мелкие национальные и в ближайшие. В эстонской случае это пример достаточно новой политической концепции. Любая новообразованная страна и нация и государство, национальное государство, оно всегда будет придавать этническим, религиозным, языковым, культурным элементам исключительно важное значение. Потому что оно должно выстроить свою идентичность. Опять-таки это будет гораздо меньше в устоявшихся старых давно существующих государствах, чем это будет в молодых новых нациях. Поэтому, еще раз говорю, национализм абсолютно не противоречит демократии. Более того, это форма ее становления. Все демократические государства, демократии не могли развиваться в космополитических границах. демократии легче, проживая там, где есть однородная общность. Потому что там вас разделяют какие-то ваши воззрения, отношения к авортам, к налогам, еще чем-нибудь. Но не проблема языка и культуры. Тогда вы можете менять с точки зрения. Большинство подвижно демократии приживается. Когда у вас есть разделенная нация, государства, в котором существует 30% русских и 70% у вас всегда будет постоянное напряжение между демократиями, потому что национальная античность будет доминировать при определенном выборе. Всегда будут какие-нибудь русские партии, национальные партии и так далее. Это будет очень серьезной проблемой демократии, потому что у вас не будет постоянного сдвига демократических границ. Потому что опять-таки там тоже проблема левых и правых партий, которая действительно должна двигать общество вперед. у вас будут заменяться проблема русско-эстонского противостояния. Еще раз говорю, что национализм есть одной из фундаментальных основ для становления фактических норм. Многонациональные государства не были никогда удачливы демократии. Как это преодолеть вот это противостояние русских и эстонцев? Это хороший вопрос, мне нет ответа, но вот вы сами как-то считаете, что оно усиливается, становится более проблемным и наоборот преодолевается. Насколько цель должна проблема активного грамма? Мне кажется, что это не так важно, конечно, но просто чувствуется иногда, что это становится предметом какого-то напряжения, когда затрагивается политиками. Ну, я сейчас говорю, у меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, как это можно преодолеть. Единственный пример, я бы сказал, опять-таки, понимаете, я не знаю ни одного случая, когда бы это предлилось подобно в адопстроительстве. То есть, смотрите, вся европейская культура и история, она показывает, что европейские государства образовываются, еще раз повторю, вокруг каких-то национальных обществ. Франция, Англия, Испания, Италия, это государства, которые имеют язык, которые имеют определенную нацию, да, там, Германия, Италия были раздроблены, итальянский, немецкий язык доминирован на территории. Можно спорить, является ли отдельной нацией, допустим, Австрия, или это все-таки часть определенной германии. культуры. Это отдельная тема. Когда вы имеете несколько государств в рамках одной культуры языка, это гораздо проще, чем вы имеете одно государство с разными культурными языками. В эстонском случае, еще раз говорю, я не знаю, как это можно решить, потому что все-таки эстонское государство и государство эстонской нации. Такая проблема решается успешно там, где государство строится на выжной земле. самая этнически нейтральная и спокойная в отношении такого культуры государства это Бразилия, где абсолютно не существует никаких расов этнических противоречий. Я это видел там много раз, это действительно феноменально. В сравнении с этим Америка это гетто.